В эфире Радио Свобода, телеканал «Настоящее время», программа «Человек имеет право», я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Пошла восьмая неделя российского военного вторжения в Украину. Разрушены украинские города, гибель сотен мирных жителей, братские могилы и брошенные на улицах тела, мародерство, миллионы беженцев. Российские власти упрямо называют все это специальной военной операцией, в ходе которой войска наносят исключительно высокоточные удары по военным объектам и оберегают гражданское население. Но в Украине война, а не спецоперация. И Владимир Путин – диктатор, военный преступник, творящий геноцид. Так высказываются мировые лидеры о президенте России. В ответ он говорит о провокациях и постановках. А посол России в США Анатолий Антонов и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, например, утверждают, что другие не вправе судить Владимира Путина, поскольку сами причастны к гибели сотен людей по всему миру. Рассказывает Анастасия Тищенко. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Русский мир пришел освобождать нас. Тут они были. Они тут это самое все стреляли, уничтожали дом, разнесли сарай, сожгли, все сожгли. Застрелили зятя, зятя застрелили. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. С 24 февраля, по данным ООН, в Украине погибли более 1800 мирных жителей, в том числе почти две сотни детей. В ночь на 13 апреля артиллерийскому обстрелу со стороны России подвергся Харьков, вспоминает, сидя в своей разрушенной квартире, жительница города, 69-летняя Валентина. Когда второй начался взрыв, я ему кричу, Серега, Серега, видите, вот все побито, все осколками побито. Я говорю, Серега, тишина, я мужу, Серега, и Витя, иди посмотри, он с фонариком заходит, а он лежит. Я сразу, я даже сюда не заходила. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов заявил, что в ту ночь в городе погибли по меньшей мере семь мирных жителей. Россия удары по мирному населению отрицает на протяжении всей так называемой специальной операции. Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры. Но международные правозащитные организации фиксируют обратное. Сотни убийств, насилия и целенаправленные расправы над мирными жителями. Одну из самых страшных картин мир увидел в Буче, небольшом городе под Киевом. Массовые захоронения там находят уже вторую неделю после ухода российских войск. В основном они убивали просто гражданское население. Просто издевались, убивали. Рассказывает Сергей Матюк, который сегодня помогает найти и похоронить погибших. Сына Татьяны Устименко, например, убили, когда он приехал за матерью из Киева. Из дома она услышала выстрела. Я выскочила, побежала и увидела этот ужас. Максик сидел в машине, ему попал снайпер в середину лба. Настенька успела выскочить, она сзади сидела за Максом и успела выскочить за машину. Но ей перебили ноги. Свидетели говорят, что российские солдаты в Буче связывали руки безоружным мужчинам, убивали их, насиловали женщин, стреляли в случайных прохожих. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее геноцидом. Мы знаем о тысячах людей, убитых и замученных, с отрубленными конечностями, изнасилованных женщин, убитых детей. Я думаю, что это, да, это геноцид. Свидетельства военных преступлений в Буче зафиксировали десятки журналистов и представителей международных организаций, в том числе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. То, что здесь произошло, немыслимо. Мы все увидели, на какие зверства способна путинская армия. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которым они оккупировали город. Россия называет случившееся в Буче фейком, постановкой и провокацией, комментирует пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской страны, в адрес российских военных, не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, не что иное, трагическое шоу. А президент России Владимир Путин традиционно смещает фокус внимания. Когда еще в марте прошлого года президент США Джо Байден назвал его убийцей, Путин ответил, кто так обзывается, тот сам так называется. Теперь, когда Байден называет его военным преступником, Путин вспоминает вооруженные конфликты с участием американских военных. Никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче. К слову, химическая атака в Сирии – это фейк, по мнению российского правительства. ООН утверждает, что оружие применялось. Сейчас расследованием военных преступлений в Украине занимается в том числе Международный уголовный суд. Помимо Буче, массовые убийства мирного населения зафиксировали в других городах под Киевом – Ирпене, Бородянке. 13 апреля журналисты смогли попасть в Мариуполь, город в Донецкой области, превращенный в руины. За него все еще идут бои, рассказывает жительница Валентина Плетнева. Зачем они убивают нас? Зачем они уничтожают нас, наши дома? Три десятиэтажных дома были полностью разрушены. Согласно заявлениям украинских властей, в Мариуполе с 24 февраля могли погибнуть более 10 тысяч человек из числа гражданского населения. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной профессор университета Ливерпуля Константин Дегтярев и глава международной практики «Агоры» Кирилл Каратеев. Кирилл, здравствуйте. Начну с вас, пожалуй. На протяжении этих уже восьми недель мы постоянно слышим, причем с обеих сторон российско-украинское, взаимное обвинение в совершении военных преступлений и нарушении законов войны. О чем вообще идет речь? Обычному человеку непонятно, это в голове не укладывается, какие в принципе у войны могут быть законы. Речь идет, конечно, не о законах войны, потому что нет такой вещи, как законы войны. Но даже в вооруженном конфликте применяется международное гуманитарное право. Оно защищает определенные группы людей от насилия, от убийства, такие как военно-пленные, такие как лица, более не принимающие участие в вооруженном конфликте, соответственно. Даже если они до этого принимали участие в вооруженных столкновениях. И, соответственно, очень сильно ограничивает возможности сторон по атакам на гражданское население. И, соответственно, в государствах и армиях, серьезно относящихся к международному гуманитарному праву, ну, на каждого офицера будет съесть юрист и говорить, в кого можно целиться, в кого нельзя, что, безусловно, очень сильно бесит военных. Но, опять же, это позволяет таким государствам быть, наверное, более серьезными при суммлении своих обязательств. То есть, иными словами, существует некий писанный свод правил конкретных, которых так или иначе должны придерживаться страны, если вдруг они собираются начать, ну, не войну, а специальную военную операцию. И должны этим правилам следовать, и кто-то это теоретически контролирует. Здесь, во-первых, нет значения, не имеет значения, называется ли та или иная ситуация войной или специальной военной операции, или, не знаю, там, восстановлением конституционного порядка, если мы вспомним нашу историю. Как только есть вооруженный конфликт, определенный свод норм применяется. Это Женевские конвенции 49-го года и протокол к ним 77-го, поскольку события происходят на территории Украины, признавшей юрисдикцию Международного уголовного суда, пусть и не ратифицировавший статут. Значительная часть статута Международного уголовного суда применяется, и это как расписанный набор правил. Но также в последние несколько десятков лет международные суды и трибуналы сформулировали много дополнительных данных для определения того, что написано в Женевских конвенциях, в протоколах к ним, и того, о чем государство, ну, нельзя сказать договорились, но то, что государство признают как международное обычай. В соответствии вот с этими неписанными и писанными правилами и обычаями ведения войны, что категорически не должны, не вправе делать воюющие стороны? Слушайте, запретов достаточно много, но прежде всего это, конечно, запрет на прямое направление огня на гражданских лиц. Это запрет убивать людей, которые больше не участвуют в военных действиях, в частности, военно-пленных, но и других лиц, которые сложили оружие. Соответственно, это абсолютный запрет пыток. Нельзя пытать вообще никого, ни при каких условиях. Есть большое количество норм, касающихся того, какое оружие может применяться. То есть оружие, которое достигает военной цели, но не превышает ее. И даже определенные гражданские смерти могут быть допустимы, но только в том случае, когда примененное оружие было пропорциональным достижением военной цели. И так далее. На самом деле, мне кажется, самое главное, что тут нужно помнить, это запрет на убийство людей без оружия, и это запрет на пытки во всех случаях. И есть несколько других запретов. И, естественно, запрет на бессмысленное уничтожение или хищение собственности, конечно, среди них. В общем, складывается впечатление, что большинство из этих запретов нарушают. Поэтому сейчас тут не будем ставить вердикты, выносить о том, кто это делает конкретно. Но, тем не менее, спасибо, Кирилл. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу сейчас переключиться на Константина Дегтярева. 13 апреля Бюро по демократическим институтам и правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовало отчет. Там, помимо прочего, отмечено, невозможно представить, чтобы столько мирных жителей погибли и получили ранения и столько гражданских объектов, включая дома, больницы, культурные объекты, школы, многоэтажные жилые дома, административные здания, полицейские участки, водопроводные станции и электросети были бы повреждены или уничтожены, если бы Россия уважала свои обязательства по международному гуманитарному праву с точки зрения различия соразмерности и мер предосторожности при ведении военных действий в Украине. Блокада Мариуполя при этом крайний пример. И нужно отметить, что вот к этому докладу он опубликован, PDF-файл, к нему прилагается ответ российской стороны. Значит, это все скан просто обращения, подписанное Александром Лукашевичем, это постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ. Я тоже зачитаю выдержками. Я просто хочу вашу реакцию на все это услышать. Российская Федерация многократно заявляла, что механизмы измерения человеческих жертв ОБСЕ по большей части устарели, стали избыточными, не говоря уже о том, что их использовали для нагнетания обвинительной риторики и оказания политического давления на некоторые государства-участники ОБСЕ. Учитывая это, мы не видим никакой дополнительной ценности в назначении контактного лица с нашей стороны, с стороны России, чтобы какие-то там вести диалоги на этом уровне. И в то же время мы бы хотели предложить вам обратить самое пристальное внимание на возмутительные и жестокие высказывания украинских представителей в средствах массовой информации, в том числе военизированных националистов, нацеленные против русских. И, как пример, прилагается адрес какой-то в Ютьюбе, вероятно, на какой-то ролик. Это вот в этой ситуации, с вашей точки зрения вообще, можно ли рассчитывать на то, что какие-то международные правовые механизмы для России остаются авторитетными в принципе, если сейчас уже они заявляют, что вы... Меры избыточные, оценки избыточные, все устарело, и вообще вот посмотрите на них. Я бы в целом говорил и начинал бы этот разговор с того, что же можно в принципе ожидать от международного права. Кирилл абсолютно верно сказал, что достаточно большой объем нормативного материала, правовых закреплений существует, и они достаточно четко показывают, какие цели являются законны с точки зрения международного гуманитарного права, какие нет. И от реакции России на эти законы, они не перестанут быть законами. Но нужно быть реалистом. То есть в отношении к международному праву нужно не говорить, что оно вообще никогда, ни в каких случаях не действует. Также не нужно ожидать, что вот прямо сейчас кто-то придет и арестует основных участников или инициаторов войны в Украине. Этого тоже ждать не нужно. То, что некоторые представители российской власти проявляют полный правовой нигилизм, ну, это, к сожалению, отрицать нельзя. Что же с этим, как с этим бороться? Это большой вопрос. Если эффективные механизмы в международном праве, чтобы этому противостоять, ответ зависит от конкретной ситуации. Нельзя сказать, что международное право всегда эффективно или всегда неэффективно. Во многих конкретных случаях АБСЕ может быть эффективно. В других ситуациях механизмы, которые существуют, например, так называемый московский, иронично, механизм АБСЕ, когда АБСЕ назначает ряд экспертов, которые смотрят на ситуацию. Вот как раз это исследование в рамках этого механизма и было проведено, насколько я понимаю. Абсолютно, да. Я предполагал, что это оно и есть. А московский механизм, к сожалению, не всегда показывает свою эффективность. Например, результаты доклада московского механизма по ситуации в Беларуси. Доклад был очень хороший. Результат этого доклада практически никакой. Поэтому тут нужно реально смотреть, смотреть на ситуацию реально. И реально состоит в том, что, да, АБСЕ может констатировать на настоящий этап какие-то нарушения. Но что с этим дальше будет, это мы не можем сейчас сказать. Потому что очень часто в таких ситуациях, к сожалению, результаты эффективности международного уголовного права зависят от того, какова же политическая ситуация на территории, на которой идет война. мы смотрим, что основные участники потеряли власть. Тогда, скорее всего, и гораздо больше вероятность того, что эти участники предстанут перед судом. Если они все еще во власти каким-то образом, то шансы уменьшаются. То есть, к сожалению, в международном уголовном праве нету, по сути, полиции, как на национальном уровне, которая приедет с мигалками и заберет, арестует определенного бандита. Этих бандитов так просто не арестуешь. Но, тем не менее, бывают некоторые методы принуждения. Ну вот, в частности, и пока еще все, на Россию распространялись решения Европейского суда по правам человека. И Россию наказывали рублем, естественно, за нарушение прав граждан. И очень много решений вынесено по так называемым чеченским делам, о первой и второй чеченских войнах, которые, кстати, тоже не войны никакие, а контртеррористические операции. Россия деньги-то выплачивала, но ничего, никаких мер для того, чтобы привлечь к ответственности виновных вот в этих военных преступлениях, которые совершались. Что-то пересмотреть свои подходы. Вообще ничего этого не предпринималось. И тогда на что, в принципе-то, можно рассчитывать от России с ее нынешней властью? Хороший вопрос. Опять же, нужно смотреть на ситуацию реалистично. Да, как я соглашусь с Кириллом, который только что сказал о том, что для международного гуманитарного права не имеет значения, война это или не война. Для международного права прав человека это немножко другая область, там принимаются немного другие правила. Для этой области, как называется операция, вообще не имеет абсолютно никакого значения. Это с юридической точки зрения для европейского суда, например, он даже не будет рассматривать, что это такое. Если определенного человека убило государство, это значит, что европейский суд будет рассматривать это дело и будет смотреть, убили этого человека в строгих рамках правовых, которые разрешают конвенции или нет. А там нужно абсолютно необходимость, чтобы человека убить. Это имеется в виду, что на вас должен человек с топором бежать, и тогда его могут убить. В остальных случаях это возможно будет нарушение статьи 2 Европейской конвенции по правам человека. Право на жизнь. Право на жизнь, да, абсолютно точно. Что касается вашего вопроса про эффективность, да, Россия оплатила в основном все компенсации денежные, не платили только по очень таким существенно политическим делам, как, например, по делу Юкоса, известному. Я думаю, не стоит вам объяснять, что это за дело. Но там и сумма была такая, скажем прямо, чувствительная. Да, сумма была, самая большая сумма, когда-либо назначена Европейским судом по правам человека. Но это не единственный пример. Например, дела, связанные с Приднестровьем. Например, вот Россия очень сильно противится даже исполнению финансовых своих обязательств по этим делам. Опять же, лучше что-то, чем совсем ничего, поэтому деньги – это тоже хорошо, и деньги для жертв нарушений – это тоже неплохо. Но я с вами соглашусь, более глобального решения этого вопроса, привлечения ответственных лиц и так далее, тут, конечно, большие-большие проблемы. И сейчас, когда Россию выгнали из Совета Европы, Европейская конвенция действует для России только до 16 сентября этого года, и Россия, российские власти, опять же, власти Российской Федерации сообщили, что они перестают сотрудничать с Советом Европы, реалистично, нужно абсолютно реалистично смотреть, что, скорее всего, эффективного сотрудничества России с Европейским Судом по правам человека не будет. Спасибо большое. Константин Дегтярев был на связи с программой «Человек имеет право». Хочу заключительный вопрос Кириллу Каратееву задать. Кирилл, вот Константин обратил внимание на то, что нет сейчас никакого, грубо говоря, жандарма, который мог бы следить и заставить, вынудить какую-то из страну, из стран агрессора, исполнять вот эти международные договоренности и соглашения. Тем не менее, и вообще непонятно, как этого диктатора поймать, какого-нибудь нарушителя, военного преступника, если он скрывается. С другой стороны, вот поясните, пожалуйста, если я ничего не путаю, существуют же какие-то международные нормы, и ряд стран являются их участниками, которые позволяют им задерживать военных преступников на своей территории и придавать их в суду. Есть две разных категории. Во-первых, это статут Международного уголовного суда, который позволяет передавать подозреваемых Международному уголовному суду. Не просто позволяет, обязывает передавать любому государству, которое является участником. И сравнительно недавно, коллега Константин, наверное, помнит, была большая история, когда Амар Аль-Башир, в отношении которого был ордер на арест Международного уголовного суда в Судане, путешествовал спокойно себе в Южную Африку и смог благополучно избежать задержания, что было большим скандалом в Южной Африке, но в результате только падение Амара Аль-Башира в Судане привело к его заключению. И, соответственно, это обязанность у любого члена статута Международного уголовного суда, если на его территории находится обвиняемый. Проблема здесь, скорее всего, в том, что если это граждане России, тем более военные, они, скорее всего, просто не могут выехать на территории государства, членов Международного уголовного суда, чтобы быть арестованными или сдаться уголовному суду добровольно. Но есть еще и принцип универсальной юрисдикции, разделяемый многим числом стран, в том числе, кстати, России, не надо забывать, который позволяет государству расследовать ряд преступлений международного характера, таких как преступление против человечности, военное преступление, геноцид, которые совершены за пределами его территории. И даже если ни обвиняемые потенциальные, ни потерпевшие, не являются гражданами этого государства, или даже не проживают, хотя часто национальные законодательства требуют хотя бы проживания жертв или наоборот агрессоров, соответственно, да, потенциальных обвиняемых на территории, таких успешных дел, опять же, очень мало, потому что, как сказать, полиция Франции, Испании или России часто не может поехать в соответствующее государство и арестовать обвиняемых, но как раз Федеративной Республике Германии удалась какая-то потрясающе замысловатая и очень успешная операция по аресту двух обвиняемых в связи с конфликтом в Сирии, они были недавно осуждены, но, опять же, был соблюден критерий того, что и потерпевшие, по крайней мере, часть потерпевших от их действий постоянно проживали в Германии, там, во Франции было одно дело, которое могло закончиться успешно в отношении мавританского полковника Ильюльда, но не закончилось. Вот. В России в основном, мне кажется, судили за что-то типа трансграничной торговли наркотиками. Да, но в текущей ситуации выходит, что для людей, на которых наложены антироссийские санкции, запрет на выезд, например, куда-то на въезд в Европейский Союз, например, это для них некоторая гарантия безопасности, потому что ведь не только военные могут становиться подсудимыми в международном уголовном суде, но и журналисты в том числе, как мы знаем по примеру Руанды. Так что, а пока им въезд запрещен, значит, там их и не схватят, и не засудят. Выходит так. Ну, их не схватят в Европейском Союзе, но, может быть, Южноафриканская республика наконец вынесла уроки из-за того, что она не смогла, не то, что не смогла, в результате отказалась арестовывать Альбашир. Спасибо большое, Кирилл Каратеев, руководитель международной практики Агоры, был на связи с программой «Человек имеет право». Редактор субтитров А.Семкин